Кто куда, а мы за стол. Иногда мы ходим не только за свой стол, но идем за стол к своим соседям, родственникам. И в течение дня, конечно, мы можем переесть. Новые галактики? Мечты сбываются. Мы хотели что-то открыть новое, мы открыли. Надеюсь, и у всех в своих областях будет открытие в 23-м году. Какие секреты Ивана Гончарова хранит библиотека? Всем привет! В эфире Универ Ньюс, а в студии Максим Мартынов. Команда телеканала Универтовая поздравляет студентов, преподавателей, сотрудников Казанского федерального университета, а также зрителей нашего телеканала с наступающим 2023 годом. С Новым годом! Наслаждайтесь каждым его моментом. Желаем, чтобы кролик принес вашу семью любовь, нежность и взаимопонимание. Пусть год будет полон ярких красок, приятных впечатлений и радостных событий. Человеческий желудок, к сожалению, не знает, что такое новогодняя ночь, и поэтому праздничное застолье для него всегда большая нагрузка. В этом сюжете мы расскажем, как не лопнуть в самую грандиозную ночь уходящего года. Новогодние застолья ассоциируются, как правило, с излишествами. Однако праздник может принести не только кратковременную радость, но и длительную пользу, если следовать нескольким простым советам относительно меню и приема пищи. В новогоднюю ночь, в предновогоднее застолье, не надо накануне голодать. Прежде всего, надо в течение дня соблюдать тот же пищевой режим, как обычно. То есть вы едите завтраки, обеды, и ваш ужин – это будет новогодний стол. И если вы пришли на ужин не совсем голодным, то, соответственно, вы не будете склонны к перееданию. По словам специалиста, еще одним лайфхаком может стать правильной сервировкой новогоднего стола. Чтобы не навредить своему организму, можно сохранить все любимые блюда на столе, но при этом следить, чтобы порции были небольшими, фактически дегустационными. То есть на небольшую дарелку положить всего понемножку. Суточная норма человека – 2500 калорий. Она зависит от пола, возраста и уровня физической нагрузки. И, разумеется, не нужно съедать весь суточный объем пищи за один прием. Мы привыкли, особенно в Татарстане, подавать блюда в большом количестве. Когда вы накрываете стол, вспомните, как вы едите в ресторане. В каком количестве подаются салаты в ресторане. Ведь каждый салат в ресторане подается порционно. Вы согласны? Соответственно, если вы позаботитесь о порционности своих салатов, вы не будете склонны к перееданию. Некоторые используют для порционности тарталетки. Это то, чего бы я не рекомендовала. Потому что тарталетки, они сами несут свою пищевую нагрузку. И плюс тарталетки являются жирным, песочным тестом. Соответственно, это тоже будет плюс калорийность. Соблюдать меру – важное правило, которого следует придерживаться при выборе блюд и напитков во время застолья. Однако количество употребимого внутри желудка – не единственное, о чем стоит беспокоиться. Важно и то, что мы едим. Горячие блюда готовить, не жарить. То есть запекать, тушить, варить. И, наверное, в новогоднюю ночь можно однозначно исключить гарниры, которые мы любим в ежедневных блюдах. Если с горячим гарниром все более-менее ясно, то с любимыми салатами – нет. Ни одна хозяйка не допустит, чтобы на ее столе гости не нашли традиционного оливье. Но каждая женщина наверняка мечтает о том, чтобы любимые блюда не наносились сильному вреда фигуре. Салат оливье на самом деле – это большое количество компонентов и заправленные зачастую майонезом. Поэтому я рекомендую сделать этот салат оливье немножко в другой, более диетологической составляющей. Первое. Самое важное – это заменить колбасу из салата на отварное мясо. Второе – это добавить в этот салат свежих огурцов. И я сама, у меня есть такой личный лайфхак – я добавляю в салат оливье зеленое яблоко. Это тоже придает очень пикантный вкус. Но и заправить его не обязательно майонезом. Но если вы все-таки заправляете майонезом, сделайте этот майонез сами. Также не стоит забывать, что сладкие газированные напитки, в том числе и шампанское, создают дополнительную нагрузку на желудок и поджелудочную железу. Любой алкоголь – это в принципе дополнительный удар по нашей пищеварительной системе, особенно если его очень много или он очень крепкий. Вогоднюю ночь я все-таки рекомендую исключить сладкие напитки. Не только для себя, но и для своих детей. Не покупать никаких упакованных напитков, даже если там есть указания, что они 100% натуральные. Сделайте напиток сами. Пусть это будет домашний морс, легкий или просто обычная вода. Откажитесь от крепкого алкоголя. Прием алкоголя, помимо того, что алкоголь сам является калорийным продуктом, он на 25% повышает аппетит. Итак, новогодняя ночь позади. Настала 1 января. Мы проснулись, открыли глаза и вдруг поняли, что все-таки немного лишних калорий и тяжести вчера отхватили. Можно ли это предотвратить? Иногда мы ходим не только за свой стол, но идем за стол к своим соседям, родственникам. И в течение дня, конечно, мы можем переесть. Если вы уже имели такой опыт, что вы склонны к тому, что вы можете переедать, я рекомендую до начала застолья принять такую добавку, как хитозан, который является адсорбентом. Либо есть во всех ПП-магазинах добавочка псиллиум, который можно развести и выпить, который тоже создаст некий объем в желудке и не будет подвергать вас перееданию. Но если все-таки такое случилось, то в процессе, когда вы почувствовали, что все-таки вы переели, в вашем доме должны быть ферменты. Моим любимым ферментом является крион. Но если нет криона, можно выпить любые ферменты. Это может быть и мизимфорты, это может быть и эрмиталь. Ну и самый главный совет. Помните о том, что праздники созданы для того, чтобы много гулять, кататься на коньках и танцевать. Сидеть весь день за столом или лежать на диване, поглощая еду, не самый лучший вариант. Карина Саяхова, Александр Кузнецов, Универньюс. Астрономы КФУ совместно с учеными Российской Академии Наук обнаружили новый класс галактик. Сюжет Маргариты Михайловой. Космос — та сфера, которая практически не изучена человеком. По предварительным оценкам ученых, количество галактик во Вселенной достигает нескольких сотен миллиардов. И если только в Млечном пути есть 6 миллиардов планет-аналогов Земли, сколько их может быть в космическом пространстве? Сказать сложно, ведь такие объекты обнаружить нелегко. Задача обнаружения планет даже в нашей галактике, она очень тяжела технически. Потому что планеты не излучают, их не видно на большом расстоянии. И нужно по каким-то косвенным признакам понять, что около какой-то звезды вращается планета. Ну и, кстати, в 2017 году обнаружили планету около одного изка-гигантов с помощью нашего телескопа, установленного в Турции. Об этом мы писали, и на сайте Казанского университета новость в 2017 году есть. Мы единственные в Российской Федерации, единственный федеральный университет, который эту задачу в настоящее время может решать в России. Накануне ученые кафедры астрономии и космической геодезии, Института физики Казанского федерального университета и Института космических исследований Российской академии наук открыли около 500 галактик. Поскольку атмосфера Земли не пропускает рентгеновские лучи, часть объектов Вселенной вычислить, находясь в ее пределах, затруднительно. Именно поэтому ученые сопоставили данные с четырех аппаратов. Два из них находятся в обсерватории спектра рентген-гамма, которая была запущена в космическое пространство в 2019 году. Другие два расположены на Земле. Один на Гавайях, другой телескоп, принадлежащий Казанскому федеральному университету в Турции. Сопоставив данные, ученые обнаружили, что компьютер, обрабатывающий данные космических телескопов, допустил промашку. Часть объектов была опознана как звезды. Наша группа в Казани, мы с моим коллегой Ириком Муновевичем Хамитовым, нашли 500 объектов, которые показывают смещение, но с другой стороны, они оказались очень далекими источниками, галактиками, которые находятся на расстоянии 1-3 миллиарда световых лет от нас. И мы использовали возможности нашего телескопа в Турции, для того, чтобы получить спектр этих источников. И, во-первых, доказать, что это действительно галактики, они находятся за пределами нашей галактики, очень далеко. И, второе, что это необычные галактики. Это галактики, в центре которых находятся сверхмассивные черные дыры. Интересно, что движение обнаруженных галактик оказалось парадоксально большим. По расчетам ученых, оно превышает скорость света. Аномальные характеристики космических объектов стали толчком в изучении новых границ Вселенной. Неизвестно, что конкретно движется с такой скоростью. Движутся ли это галактики или вещество в этих галактиках. Все это лишь предстоит узнать. Хочу поздравить от имени сотрудников нашей кафедры всех преподавателей, сотрудников Казанского университета, студентов Казанского университета с наступающим Новым годом. Хочу пожелать им здоровья и исполнения мечты, желаний. Вот видите, мечты сбываются. Мы хотели что-то открыть новое, мы открыли. Надеюсь, и у всех в своих областях будут открытия в 2023 году. Уже в 2023 году ученые планируют продолжить изучение объектов и, возможно, выявить природу таких аномалий. Маргарита Михайлова, Фарид Захитаглы, Универньюс. Какие произведения Ивана Гончарова хранятся в отделе рукописей и редких книг научной библиотеки Николая Лобачевского? Расскажет Ами Рахтямов. Иван Гончаров – русский писатель, автор трех знаменитых работ «Обломов», «Обрыв» и «Обыкновенная история». И сегодня мы познакомимся с первой публикацией романа Ивана Гончарова «Обыкновенная история». Иван Гончаров увлекался чтением с раннего возраста. Уже в 15 лет он прочел многие произведения Карамзина, Пушкина, Державина и многих других. С самого детства у него появился талант к сочинительству и интерес к гуманитарным наукам. Расцвет его творческого пути совпал с важным этапом в развитии русской литературы. В 1846 году писатель знакомится с кружком Белинского. И уже в 1847 году в журнале «Современник» публикуется его произведение «Обыкновенная история». Отдел рукописей и редких книг научной библиотеки Николая Лобачевского Казанского университета подобрали нам произведение Ивана Гончарова, которое называется «Обыкновенная история». Это произведение выпускалось в журнале «Современник» в Санкт-Петербурге в 1847 году в типографии Эдуарда Пратца. Роман «Обыкновенная история» стал первым серьезным произведением писателя. Книга раскрывает изменения в характере и мировоззрении героя под влиянием жизненных обстоятельств и социальных перемен. В основе «Обыкновенной истории» лежат три темы. Первая из них – это романтика, вторая тема посвящена купечеству и третья тема – «Женщины в клетке условности того времени». «Обыкновенная история» – роман «Воспитание», оповествующий о взрослении и разочаровании в собственных идеалах неискоренимого, как представляется в начале провинциального романтика Александра Адуева. «Важно, что Гончаров неоднократно бывал и в Казани. Так, в 1834 году, после окончания Московского университета, он возвращался в родной город. И путь его лежал как раз-таки через Казань». В его некоторых очерках отражены и первые впечатления от этой поездки. Они позволяют составить определенное представление об уровне развития в стране, в Казанской губернии транспортного сообщения. Амир Ахтямов, Никита Акиншин, Универньюз. На этом все. В студии был Максим Мартынов. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова